ЛЕВЕРБ АВАР ГЛАГОЛ ИМЕТЬ ДВА ГЛАГОЛ ИМЕТЬ ДВА ГЛАГОЛ ИМЕСТОИМЕНИЕМ И ИСПРИГАЕМЫМ ГЛАГОЛОМ К ПРИМЕРУ, ПЕРЕД НАМИ ФРАЗА ТЮА ИНВАТЮР У ТЕБЯ ЕСТЬ МАШИНА ТЮ – ПРЕГЛАГОЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ А, АС – это глагол АВАР ТЮА – ТЫ ИМЕЕШЬ, ОБЛАДАЕШЬ Теперь переставим местами глагол и приглагольное местоимение У нас была фраза ТЮА ДЕЛАЕМ ИНВЕРСИЮ АТЮ Теперь попробуем закрепить и довести хотя бы до маленького автоматизма постановку вопроса с инверсией, с простой инверсией ТЮА – 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 Т следующую фразу ИЛЯУНАМИ. И АТИЛЯУНАМИ. И там, вы видите, появилась буковка Т. Я ее обозначил более таким, более мягким тоном. Она появилась для благозвучия, для того, чтобы было удобнее произносить. Не АИЛЯУНАМИ. АТИЛЯУНАМИ. Эта появившаяся буква Т несет в себе исключительно фонетическое значение, чтобы было удобно произносить. Смыслового значения в ней, в этой букве Т, нет. А-т-е ли фрунт? Сейчас вновь к нам стучится неопределенно личное местоимение. Это местоимение передает понятие действия, где отсутствует лицо, совершающее действие. На русский язык фразы с таким местоимением переводятся как «играют», «танцуют», «любят», «пьют», «едят», «курят», «ненавидят», «убивают», «умирают» и так далее. В разговорной речи это местоимение также может передавать понятие «мы». Но об этом еще поговорим очень подробно и очень конкретно позже. «Она инфамии», «атон инфамии», «тэ» здесь также появилось для благозвучия, как и в случае с «иль» и «эл». «Она инфамии», «атон инфамии», «тэ» здесь также появилось для благозвучия, как и в случае с «танцуют», «тэ» здесь также появилось для благозвучия. «Атон депортабль», «тэ» здесь также появилось для благозвучия, как и в случае с «тэ» здесь также появилось для благозвучия. «Мобильный телефон», «nous avons des portables», «avons-nous des portables», «мобильные телефоны», «nous avons des stylos», «авons-nous des stylos», «авторучки». Почти уверен, что вы уже знаете все эти слова, поэтому не буду больше их переводить. Bien, continuем. Итак, продолжим. «Вы avez une famille», «avez-vous une famille», «vous avez une voiture», «avez-vous une voiture», «vous avez un vélo», «avez-vous un vélo», «vous avez un chien», «avez-vous un chien», «vous avez un portable», «avez-vous un portable», «vous avez des portables», «avez-vous des portables», «vous avez des stylos», «avez-vous des stylos», «avez-vous des stylos», Они уничтожены? Продолжение следует... Стили. Ут-эль-де-стило? О, здесь немножко ошибся. Вместо «ил надо л» поставить. Ну, excusez-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre attention, mes chers amis, и à très bientôt. Спасибо большое за ваше внимание, дорогие друзья, и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!